Что вы с собой принесли? Что это за предметы, которые стоят? Хорошо, ваши мысли по поводу вот этого предмета? Ну, я правильно понимаю, что это все, ну, можно обозначить как антиквариат, да, как какие-то старые вещи, в любом случае, вещи с историей. Естественно, да, да. История в вещах антикварных называется провинанс. Провинанс, да. Ну, здесь явно какой-то качественный провинанс, а я могу в руки взять и повертеть? Только смотрите, чтобы не улетело, это же, видите, летающая тарелка. То есть, ну, я предполагаю, что раз есть штепсель, значит, это подключается к электрической сети, так как сверху вот какая-то вот сеточка и что-то еще, ну, можно было бы предположить, конечно, что это какой-то нагревательный элемент, но с другой стороны... Включите логику, это же пластмасса. Да. Какой же нагревательный элемент, когда это пластмасса? Да, может быть, это ловушка для насекомых? Ну, такого варианта я еще не слышал. Ну, потому что здесь сеточка, есть электричество, мало ли, они там летят, их током раз-раз-раз. Я не буду долго вас пытать. На самом деле, это 1957 года, производство Советского Союза. Это увлажнитель воздуха. А, вот так вот выглядит. То есть, видите, вот здесь вот сеточка идет по периметру для того, чтобы не попадали какие-то сюда крупные детали. Сюда наливалась вода вот по белой, это кольцо, там есть моторчик, он рабочий, включаешь 127 вольт, и вот через эти вот трубочки вода выплескивалась вверх, и как фонтаном вот так била, и опять всасывалась. А, понятно, то есть фонтаном замкнутого цикла. Да, да, непрерывного замкнутого цикла. Слушайте, ну, на самом деле, и много людей в состоянии догадаться? Нет, очень мало. Ну, по крайней мере, из вашей студии один из ваших сотрудников догадался. Понятно. Ну, может быть, он... Может быть, он знал, да. Да, он знал, скорее всего, там, у бабушки. Говорите, какого года выпуска? 57-го. 57-й год, то есть это у нас получается... Ну, как раз начало космической эры, и вот наши сделали, придумали дизайн. Ну, кстати, да, космическая в этом явно что-то есть, да, да, да. Это правда, слушайте. Ну, и цвет еще вот этого вот пластика, зеленый такой. Да, они, кстати, разных есть. Есть красный, есть синий, то есть я потом уже в интернете нашел. Ну, коль бы мы занялись сейчас обсуждением предметов, то вот этот предмет очень интересный. Я таких много встречал, но чем интересен именно этот? Это просто мое последнее приобретение, недалече, как неделю назад. Свежий трофей. Свежий трофей. Здесь есть клеймо. Это у нас Варшава, то есть Варшава, когда входила в состав России, Польши. Чем он интересен? Обычно эти шкатулки, они просто открываются, вот так вот крышка. Но я ее подергал и не мог ее открыть. Оказывается, здесь... Шкатулка с секретом. С секретом, да. Вот этот цветочек, который лежит, он, оказывается, является и ручкой замка. То есть на него нажимаешь, слышите, скрип. И он тогда открывается. То есть вот такой вот подпружиненный, есть защелочка, и как бы она совершенно в идеальном состоянии, золоченая внутри. Ну, просто изумительно. Это где-то начало 20 века. Вот такая вот фишка. Начало 20 века, и где вам удалось такую штуку раздобыть? Сдобыть ее удалось в другом городе, скажем так. В другом городе? Да. Слушайте, ну, вы, наверное, себя порой чувствуете как кладоискатель. Как охотник за грибами, там, рыболов, кладоискатель. Это все я люблю, и поэтому это тоже своего рода. Но здесь, для того, чтобы ты был удачный кладоискатель, нужно иметь массу знаний. Причем эти знания не просто там знать предмет какой-то. Здесь такая совокупность этих знаний, аналоги продаж, покупок, аукционы, там, поездки. То есть это все сублимируется в твоей голове, и ты потом это применяешь на практике, будучи на каком-то рынке, в каком-то магазине. Вот я себя, ну, не буду хвалить, но на самом деле таких, как я, очень немного, которые могут мгновенно сообразить, что это такое, или представить себе, что это такое, сколько это может стоить, и купить, ну, с выгодой для себя. Ну, вот смотрите, вы сказали, что история предмета правильно называется провинанс. Да. В этом, что называется, бизнесе. А то, чем вы занимаетесь, как правильно называется? Может быть, тоже есть специальный термин? Ну, я думаю, да, я считаю, что такое более точное название – это дилер. Дилер от антиквариата, или дилер винтажных предметов. Дилер винтажных предметов. Да. Так, и скажите, пожалуйста. Ну, можно сказать, по-простому барахольщик. Ясно. И где лучше всего искать вещи с интересным провинансом? Вы знаете, есть такая поговорка – знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Поэтому, как правило, хорошие предметы попадаются совершенно случайно. Я вот вам расскажу одну такую историю. Так. Вот был я на одном рынке, и у одной женщины лежит вот эта фотография. Вот эта. Так. Ну, я… Давайте мы ее покажем, может быть, в кадре, чтобы зритель вот так увидел. Не знать Джимми Хендрикса – это такой своеобразный моветон. Я, конечно, его узнал. Это был знаменитый гитарист. Ну, и я разговаривался с этой женщиной. Я говорю, откуда у вас эта фотография? Она говорит, а у меня еще несколько есть. И она наша… Ну, как известно, да, портрет? Вот, и пошли доставать портреты. Кто это? А знакомая, что-то. Знакомая, да? Знакомая, знакомая. Так, ну, дадим шанс зрителям еще поучаствовать в этой такой виктории. Итак, ваши версии. Кто это? Так. Ну, ладно. А я не хотел бы ошибаться. Да. Ну, явно это рок-н-ролльщик. Это не просто рок-н-ролльщик. Это у нас Rolling Stones. А, да вы что? Это он самый. Да, да, это он самый. Слушайте, ну, круто. И как же? И как же Мик Джаггер оказался, собственно говоря, вот таким образом? Ну, и дело, когда я начал рассматривать фотографии, я сначала, ну, на общей фотографии, допустим, я никого не узнал. Ну, кроме, естественно, Мика Джаггера, да? Но потом с обратной стороны были надписи. Я их тоже не мог прочитать, потому что они написаны на английском. И, соответственно, ручкой. И поэтому, ну, читабельность... Ну, такой почерк, да. Да, читабельность их достаточно низка. Но Rolling Stones читается. Низка, да. Но потом я вот на этой фотографии прочитал рок-н-ролл ин циркус. Ага, рок-н-ролл в цирке. Да. Так. Ну, естественно, я залез в интернет, забил после того, как... Я, конечно, это купил. Потом, когда я это забил в интернете, оказалось, что Мик Джаггер решил устроить шоу в цирке в Париже в 1968 году. Пригласил туда Джона Леннона, Йоко Оно, ну, таких из известных, да. Ну, это, собственно, сливки того времени. Конечно. Эрик Клэптон, этот самый, как его я только что... Это гитариста наш знаменитый. Джимми Хендрикс? Джимми Хендрикс, да. И вот такая была певица, сейчас скажу. И все они в цирке? Да, да. Парижском? Да, и они сделали там шоу. И вот эти фотографии как раз с этого шоу, я их не продаю. Они у меня хранятся в коллекции. Я иногда их достаю, показываю там кому-нибудь, чтобы они тоже насладились. Вот, пожалуйста, огромная фотография Джона Леннона. Вот, вот, вот у вас сейчас в руке. Да, 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 вижу сейчас. А вот это вот последняя фотография Брайана Джонса. Это тоже гитарист из Роллинг Стоунс. А он, к сожалению, после этого уже скончался, умер. То есть одна из немногих прижизненных его последних фотографий. Да, последних фотографий, да. А вот здесь как раз на фотографиях, и вот стоит Джон Леннон, вот стоит Йоко Оно, Мик Джаггер, Эрик Клэптон. Вот это тоже знаменитая певица, забыл ее фамилию. Может быть, мне удастся ее узнать? Она сзади написана, вот здесь вот. Так. Ну, представительная компания, прямо скажем. Да, да, да. Очень представительная. И на самом деле, вот они у меня хранятся уже, не знаю, лет, наверное, 7. И я их иногда там беру, вот специально взял, чтобы вам показать и похвалиться. И, кстати, когда я их выставил в своем паблике, однажды, там, когда-то давно, все сказали, а мы не видели таких. Потому что был снят фильм по этому сюжету. Были фотографии везде. Но таких фотографий не было нигде. То есть, это пленочка, снятая на бэкстейдже, где-то пылилась. Пылилась, да. Кто-то ее проявил, распечатывал эти фотографии. Нет, распечатывали в то время. А, еще в то время. У этой женщины, да, я спросил, откуда у нее эти фотографии. Она сказала, что ее муж великовозрастный, француз, она наша соотечественная. Она жила во Франции, потом они с ним разошлись. Был фотографом, и его пригласили на съемки этого шоу в 68-м году. И вот эти фотографии у него сохранились. Но при этом они нигде не в глянце, нигде вообще не всплывали. Они в единственном экземпляре. Вы сказали, что вы это не продаете. Ведь это же можно запросто на какой-то международный аукцион. Вообще легко. Что вами руководит? Почему вы решили, что нет, это останется в моей личной коллекции? Вы знаете, я вообще сам не то, что прям собираю фотографии, но некоторые предметы, которые мне греют душу, я стараюсь оставлять и аккумулировать в своих, так сказать, залежах. Для чего? Для того, чтобы показывать людям. Потому что у нас, вот на нашей площадке, которая сейчас существует, которую я курирую, существуют такие локации выставочные, куда приходят люди. Вот мы, допустим, контактируем с городом, мы участвуем без турникетов, есть программа такая городская, и я провожу экскурсии, бесплатно совершенно, для гостей столицы, так сказать, и жителей столицы, и им показываю вот все эти эпохи нашего, ну, нашего бывшего государства. Это там фестивали 57-85 годов молодежи и студентов, это Олимпиада 80, космическая эра. В общем, у вас такая, получается, просветительская миссия. Совершенно верно. Я считаю, что я... Потому что если кто-то приобретет это себе в личную коллекцию, он там это спрячет, будет сам смотреть, и все. Да, да, да. Здесь эти предметы доступны для... Вообще, в моем, ну, как бы в планах, что ли, чтобы сделать еще большее пространство, и чтобы я мог все это выставить, потому что у меня сейчас просто не хватает... А сколько у вас? ...тысячу квадратных метров, но мне не хватает. Сколько предметов? Ну, можно, в принципе, представить, если есть пространство на тысячу квадратных метров, а... Это все забито. А как же это все хранить? Как это каталогизировать? Это все находится... Ну, что... Нет, смотрите, я просто сейчас сразу поясню, потому что у нас дифференцировано, да, то есть есть локации, которые выставочные, есть локации для съемок там, для каких-то фотосессий, которые мы тоже, ну, даем там людям пофотографироваться. Допустим, квартира в стиле 57-го года, к примеру, там вся атрибутика, которая сопровождена в этом помещении... Ну, например, вот такой вложительный воздух. Вот он там и стоит, я его сегодня оттуда и взял, и принес вам. И, соответственно... Но есть у нас и торговая зона, потому что мы не датированное предприятие, то есть, соответственно... На хозорасчете, что называется. Совершенно верно. Мы на хозорасчете, и поэтому, соответственно, мы на все это деньги зарабатываем сами. Но, кстати, хочу сказать, что меркантильные интересы, вот в нашем именно деле, они, для меня, допустим, они вторичные. Но это нужно любить прежде всего. Совершенно верно. И поэтому для меня человеческий фактор намного важнее, то есть люди, приходящие к нам, чем продажа вещей этим людям. Но, как это ни странно, происходит парадоксальная ситуация, не стараясь продать, но они все равно покупают, потому что они заходят с настроением и пытаются что-то обвести. Ну, еще бы, когда ты видишь вот вещи с такой историей, как правильно... Еще раз, провинанс. Провинанс, да. Провинанс. Когда с таким провинансом, ну, естественно, прямо хочется. Потому что это же как кусочек истории, который прямо вот запечатлен в материальном объекте. И вы знаете, что хочу сказать? Что очень много молодежи. Меня это настолько радует, потому что они приходят, что-то трогают, что-то... То есть, это же наша история. Еще Ломоносов сказал, что общество, не знающее свою историю, обречено на вымирание. И мы как свет в массы, так как говорится. То есть, я... Для меня еще это очень как бы влияет на мое состояние, настроение, вообще действия все. Это вот именно то, что я делаю для людей. Потому что благодарности от них, улыбки на их лицах, это для меня очень важно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин